итак дорогие друзья вторая часть видео питон без этого не понять без этого не получится понять не через год не через пять лет это видео за несколько дней посмотрела большое количество людей более двух тысяч человек и судя по комментариям я их редко смотрю просто они появляются потом через 60 дней удаляются не неважно но тут я решил взглянуть большинство людей и что только не делали и обзывались и там нецензурно выражались но если спокойно отнестись то в принципе люди просто хотели узнать действительно суда как изучать кто-то говорил это реклама ссылка на это видео будет в описании ребят значит для тех кто говорил и думал что это реклама это не реклама это конкретно указание что я знаю что делать а вы нет да хоть вы прыгаете хоть вы скачете хоть вы там выходите из себя но есть одно правило я могу научить читать исходный код если вы открываете код берите вот тест это ссылка тоже в описании на тога например на любой продукт видите код читаете все окей это видео для вас было приятно то есть вы бы сказали да это так это круто если вы открываете исходный код любой потому что библиотеки разные а принципы программирования везде одинаковые и не читаете значит дело труба ответ какой вы просто копируете код хотите узнать я вам дам подсказку первую то есть смотрите сначала результат моей системе моей системы вот есть парень да я ему говорю но теперь будем писать продукт я ему дал готовую модель джанго начали мы с профиля то есть которая предполагает написание любых коммуникаций иными словами здесь есть все чтобы были там лайки комментарии все прочее предполагает все 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 и его задача была описать это вот показываю как человек справился это действительно нормальный рабочий язык программист и так поехали юзер встроенный класс для реализации объектов пользователей основными полями экземпляра класса являются юзернейм паспорт необязательный имейл фирсные классные обратите внимание человек заглянул в исходный код это гарантированно это его привычка через эти атрибуты класса получаем объекты то есть сразу у него проверка легко работает с кодом дальше мы смотрим как он реализует я ему дал модель он не растерялся молодец хотя это будем делать в отдельном классе классе написал маленькую модельку пост которая дает им возможность работать с этой с этими данными и начал прямо здесь работать дальше смотрим следующее позволяет сохранить экземпляр пользователя без пароля но авторизовать такую пользоваться не сможет поэтому всегда надо указать обязательно поле паспорт далее получаем список пользователей через менеджер objects получаем экземпляр класса то есть обратите внимание на язык профессиональный язык программиста по поле значится дата дата джоинс возвращая значение экземпляра дата тэйм дата регистрации дата создания учебной записи и проверка показывает как результат является ли пользу пользуясь супер юзером класс человек занимался по моей системе меньше года еще дата и свободно работа из документации свободно читает исходный код из документации джанга один экземпляр про профиль и устанавливать связь с одним экземпляром юзер параметра то класс экземпляром это вот все с исходного кода я просто узнаю это дальше он проверяет как это работает создадим профиль иными словами я вам скажу что этот парень не так давно начал работать джанга с кодом давно стога в основном дальше вот в этом предложении я вижу профессиональную работу с экземплярами проверим работу параметров он делает при удалении объекта который ведет ссылка на объект юзер о объект профиля удаляется автоматически рассмотрим списка объектов получим экземпляр юзер по поле юзерной и так далее дальше то что не будет работать показывает дальше смотрим money to money до многих атрибут класса профиль и ссылается на экземпляр класса money to money field в качестве аргумента принимает объект класса юзер то же самое что и писал выше соми то field по юзер создается ссылка на экземпляр класса юзер но только через создание промежуточной таблицы параметром делит отсутствует так как при удалении объекта сами объекты не удаляются хотите такой язык да чтоб у вас был то есть библиотека человеку неважно ребята которые например злились в комментариях к видео я могу сказать как они работают например джанг или другой библиотек они просто запоминают эту строку вот тут они понимают на свое подставить вот здесь они модулс да там а дальше поле иными словами запоминают просто что здесь скопировать где свое поставить но такого рассуждения как в данном случае у них конечно нет здесь человек нет не опирается на человеческую логику а исходит из понимание ооп которая изучена правильно ну что ж давайте возьмем очень простую вещь я действительно сказал что без правильное изучение ооп никогда не получится понять python просто что значит не получится будете копировать код как делает это большинство людей один парень написал но есть это получается тоже профессия конечно получается профессия но копировать это не выход сразу отвечу на такой вопрос на что там кто будет говорить вода там или прочее ребят я просто показа показал результат дальше приходите выбираете индивидуальное обучение и учитесь здесь есть недорогое индивидуальное обучение просто для того чтобы понять то что я сейчас покажу надо примерно полтора месяца это не доходит до классов да ну например я у вас я вам говорю нельзя понять его п это еще до оп если не знать что такое функциональный объект я объект и уже пока я писал многие подумали ага понятно это функция нет как раз таки функциональный объект функции не является а вот функция является функциональным объектом странно правда но для этого надо зайти в си плюс плюс это оттуда именно это один из принципов си подобности так вот чтобы понять то что такое функциональный объект сначала вопрос задать зачем понять да все очень просто если открыть любую документацию любого языка то что мы здесь увидите мы увидим очень много разных вещей большинство людей начинает учить что начинают учить язык следующим образом то есть это стандартная система начинает с типов в моей системе к типу надо прийти справочники составлены таким образом что тип ставится в начале так как это передача информации от профи к профи то есть справочник не пишется для новичка а справочник пишется для профессионалов в результате такого изучения у начинающего программиста и оставить остающиеся вечно начинающим в течение многих лет и так в голове бродит мысль да я понимаю но не понимаю зачем я и что пишу и сам не могу написать типы превращаются в обычные какие-то скобки но если мы здесь посмотрим то оказывается тип есть каждый конкретный момент времени зачем нам нужен функциональный объект и что такое говорит боссановский потому что весь этот хлам да который можно назвать именно хламом который превратится в голове мусором или другим но никак не знаниями можно сделать правильно а для этого надо объединить всего четыре конструкции функция класс метод экземпляр и смотрите что получается получается что у нас есть четыре конструкции которые отображают действие все остальное это является логическим при этом все остальное работает одинаково для всех четырех конструкций не ждите от меня выводов я просто показываю что знания могут быть правильными и вот здесь встает интересный вопрос что это эти конструкции объединяет именно функциональный объект это потом будет чего надо правильно изучать классы это потом будет ответ для того чтобы прийти вот именно к такому языку общение с кодом вот это правильно результат правильного изучения меньше года да но человек работал с понятием функциональный объект примерно полтора месяца и списал кучу портянок кода для того чтобы понять то что очевидно поэтому единственное что можете сейчас запомнить из этого видео что изучение языка программирования это не есть нечто сложное это есть умение понять то что на поверхности то что вы не видите теперь я вам напомним это прекрасная статья которая показывает о том как человек 15 лет убил время на программирование впустую да я очень хорошо понимаю ребят которые писали злобные комментарии ведь они не писали злобные комментарии что там навредить они этого бусуновского сто лет не знают а в том что не узнали то что хотели ребят да ведь дело не в том что вам можно тысячу раз сказать как это но я вам объяснил простую вещь нельзя понять как правильно изучать классы если не понять сначала самое первое что такое функциональный объект только потом идет все остальное это процесс это не так что взял и за раз понял это процесс и процесс приводит к конкретному результату вот такому когда появляется легкое чтение документации исходного кода и прочего так вот учитывая что этот парень напоминаю работал руководителем то оказалось что через много лет он наконец-то разобрался в атрибутах класса разница между атрибутами класса и атрибутами экземпляра и здесь я могу сделать очень простой вывод человек неправильно изучал классы раз человек упустил он не понимает что такое self сто процентов то есть копирует код и что-то понимает и в результате в результате на собеседовании они пишут вот этот код сразу видно да он дурацкий да он неправильный сразу видно а еще у них были сомнения что его можно применять в экземплярах но никак нельзя правильно было бы и потом разбирают оказывается мы вдвоем не понимали разницу вот нормально один принимает на работу второй устраивается два вроде программиста но уточним программиста который копирует код то есть профессия которая появилась с программированием это копировать код копировать код и что-то понимать а вот если вы хотите рассуждать так то это к Бовсуновскому и это не реклама это просто конкретное указание я знаю а вы нет хотите узнать идите учиться и если вы думаете что Бовсуновский он будет рассказывать сказки вы устроитесь удобней и я вам буду рассказывать лекции как это все происходит да не ребят я как раз таки буду отдыхать а вы будете вкалывать по одной простой причине что систему моя в следующем я только задаю вопросы а делаете вы и это не потому что плохо или хорошо а потому что все знания должны проходить у вас в голове через опыт и результатом должно стать конкретное чтение любого исходного кода и владения документацией вот и все поэтому по моей системе могут заниматься немногие многим слабо конечно сел лекцию послушал вышел забыл здесь так не происходит по одной простой причине что я всегда рассказываю очень простые вещи я вам сказал что язык можно разделить всего на 4 конструкции и это относится к абсолютно любому языку программирования то есть вот этот человек он работает абсолютно с любым языком до того как мы добрались мы работали с javascript мы работали с c++ мы работали с go с любым языком так разница в том что человек который изучает язык программирования правильно то есть именно классы мы берем у того такие ситуации не могут возникнуть вообще то есть в данном случае такая ситуация просто невозможна так как это все уже учтено то есть это является самой сутью вот откуда берется такой язык профессионального программиста который не зависит от человеческой логики рассматривает все со стороны профессиональной логики программиста со стороны объекта то о чем я говорю правильное изучение классов есть на этом сайте это конкретная рекомендация и вида вам росума они прекрасно работают не надо сейчас ребят не надо лирики покажи мы сами на вопрос я шам да я шам я шам тоже понял через 9 лет а 9 лет которые были это было примерно в 15 году 9 лет которые были я тоже ходил с внутренним чувством что я не понимаю что я пишу я не понимаю что вообще зачем а вот 15 году понял случайно совершенно просто когда для того чтобы понять надо по-другому подойти пока вы будете подходить к вопросу именно таким образом то есть стандартным образом ставить тип в начале для вас будет и всегда превращаться в некие скобочки кавычки но не во что-то живое чем надо мыслить и в результате просто будет путаница если же поставить задачу наоборот прийти к типу то это делается вот именно таким способом больше способов я не вижу потому что логично да чтобы просто весь язык разделить на на четыре конструкции все остальное станет на место само самый важный для меня отзыв это отзывы Икар Санова человека который когда-то мне самому рассказал да что эта система она классная так вот это уже давно письмо было да что здесь примечательно перескажу то есть человека была куча знаний но не было точки входа и по сути дела была какая интересная вещь что я с этим парнем лично не работал он просто сам в школе нашел то что ему надо да я как бы всегда давал исходный код документации на что она строится и вот его понесло да то есть пошли языки все прочее у него был толчок и вот как раз таки правильное изучение классов ему дало возможность вот смотрите такую фразу сейчас когда проводил собеседование это первый же вопрос такой то есть он четко понимает кто перед ним и по сути дела здесь надо было бы сказать всего два слова да и было бы понятно перед тобой программист а когда он слышит 10 минут на ответ сразу понимает перед ним просто человек который что-то знает о языке и копирует код да то есть куча слов а конкретного ответа не было для тех кто считает это реклама это ребят еще раз повторяю не реклама это просто нажимаем ссылку это я знаю а вы нет хотите вот такой язык чтобы у вас хотите читать исходный код хотите разбираться в документации тогда пожалуйста учитесь нет такого что можно взять и за час рассказать многие из вас уже поняли следующее пока мы читаем там обзоры все это так классно так легко всплывают у некоторых там три месяца да я выучу язык в результате большинство людей обретает обычную путаницу не писать не могут код чуть-чуть понимают и что делать не знают конечно я понимаю в этих случаях появляется озлобленность какая-то что я делаю не так но я хочу чтобы вы услышали очень простую вещь есть определенный процесс есть система которую нельзя дать за там одно занятие но я вам показал начало да этой системы сначала разобраться с функциональным объектом то есть дальнейшие вопросы я здесь вставляю за кадр да как правило системы системы можно овладеть за 6 месяцев за 6 месяцев понять да то есть у вас будет четкий порог знаний понятие как развиваться в языке по сути дела можно освоить чтение исходного кода чтение документации понимать язык да сходу то есть иметь им пользоваться и знать чего хочешь для этого надо поработать что есть главное в системе подход и порядок про порядок я вам сказал к типу надо прийти тогда тип станет то то есть мыслью станет именно мыслью вот как мы собираемся допустим на рыбалку или там грибы надо взять лукошко там или пакет или там ведро куда поехать выбрать маршрут то есть начинается работа именно мыслями каждая вещь имеет тип значения ссылка будет в описании обратите внимание больше восьми человек я не набираю у меня хватает работы сейчас я хочу вообще заняться встраиваем искусственного интеллекта это мне тема стала очень актуальна интересно поэтому очень много работы теперь расскажу чтоб вы задумались конечно возникает вопрос что делать первое я сказал изменить подход и порядок второе на чем работать на системе работы с кодом вы можете легко проследить свою систему работы с кодом большинство людей которые копируют код система работы с кодом заключается в следующем при возникновении исключения они открывают google легко можно открывают google и что делают пытаются найти что-то общее ну давайте посмотрим сколько людей неправильно изучают язык это выяснить очень просто все может ну Это код просто для того, чтобы увидеть это исключение. Пожалуйста. Вот куча людей, которые неправильно начали изучать язык. Это самый банальный вопрос, на который ищут ответы. То есть видно. Итак, возьми по каждому вопросу. Один из важных моментов работы с моей системой, вот приведу пример, это работа через исключение. То есть получение исключений осознанное, которое ведет к тому, что мы четко понимаем, что нам делать каждый конкретный момент времени. Почему? Потому что конструкция языка абсолютно одинаковая. Второй момент. Это все, что делал данный человек, он все пишет. То есть любое домашнее задание, его не будет меньше трехсот строк. Третий момент. Это все, что он пишет, все он описывает. То есть, когда большинство людей посмотрели на код, вроде понятно. И получается, что сказать то не могут. А как этим размышлять? Но если это делать поэтапно, то это превращается в систему знаний. То есть вы нарабатываете систему работы с кодом, в которой на первом месте стоят документация, исходный код и конструкция языка. Всего их четыре. Именно это я предлагаю вам пройти. И выработать свою систему работы с кодом, которая будет работать для любых языков программирования. Почему? Потому что система, которую я даю, опирается на такой принцип. Во всех всеподобных языках присутствует функциональный объект. В простой документации можно увидеть в Python. Эти вещи. Но на самом деле, где его можно легко увидеть, почему многие, а почему же про него не пишут? Потому что все эти вещи, например, если взять спецификацию в JavaScript, не документацию, ребят, а спецификацию для программистов, то там вот этого добра навалом. То есть в реализации. Если взять API, Python, да, сайта, то там этого добра тоже навалом. В языке, при изучении языка, нет никакой конструкции, группы конструкций, которые было бы больше, чем у вас пальцев на руках. То есть изучение языка становится логичным, простым, понятным, но нелегким. Потому что все это вы проходите пальчиками по клавиатуре, через свои мозги прогоняете, тогда получается результат. Вот и задайте себе вопрос. В чем заключается моя система работы с кодом? Каковы мои реальные действия, когда я сталкиваюсь с исключением? Что вы делаете? Первым делом, идете в Google или идете в исходный код? В том-то и дело. Никто ж не против Google. Но уже посмотреть, как другие делают, да? И там большинство очень много очень спорных моментов. А вот в исходном коде спорного нет ничего. Там сразу все очевидно. Хотите научиться только? Приходите. Приходите. Для тех, кто говорит это реклама, давно надо было закрыть видео. Это не реклама. Это я знаю, а вы нет. На сайте есть очень краткая, да? Очень простая и упрощенная система работы с кодом. Но это очень упрощенно. Очень упрощенные принципы, чтобы вообще приблизиться и понять, что это такое. На всю, каждый вырабатывает. Это шаг за шагом. На это надо. От 6 до 12 месяцев. Поэтому с кандычка или там быстренько изучу Пайтер не получится. Вы можете сколько угодно прочитать раз. Но если у вас путаница в голове, это одно. Но есть момент. Если вы открываете исходный код и понимаете его, значит все нормально. Вы программист. Если вы открываете исходный код и не понимаете, и не бываете ни в документации, ни в исходном коде, то значит все тоже нормально. Вы просто копируете код. Это тоже профессия. Но вы не программист. Вы человек, который копирует код и старается стать программистом. Но не знает как. А я знаю. Спасибо.